Здравствуйте, уважаемые читатели! Валенская библиотека получила новинки, и хочу я вас с ними познакомить. Екатерина Вильмонт «Свои погремушки». Вильмонт родилась в переводческой семье и тоже стала переводить, шла по стопам родителей. Но она профессиональными переводами, много не заработаешь, и она стала писать детские детективы и пишет женские романы. Этот роман можно считать уже с роковой по счету. Другой автор Слава Се «Разводы» — это рижский автор, его настоящая фамилия Вячеслав Салдатенко. Он и писатель, и бард, и пишет сценарии для российского Голливуда, окончил психологический факультет Международного института практической психологии, работал при МВД Латвии, и чтобы больше времени проводить с детьми, он стал работать с сантехником, проработал 18 лет. Его первая работа так и называется — «Сантехник». А эта книжка новая по названию «Разводы». Итальянская писательница Розелла Пастарина, дегустаторши. Вторая мировая война, 10 девочек и главная героиня в том числе, завербованы нацистами для того, чтобы пробовать пищу, которая предназначена для Гитлера. «Невозможно рассказать о войне, не упомянув о голоде, но есть нечто и похуже, знать, что каждая ложка еды, попавшая к тебе в тарелку, может стать для тебя последней». Себастьян Фолкс Энглби. Себастьян Фолкс, тоже писатель английский, телеведущий и журналист, написал также серию книг о Джеймсе Бонде. Это детектив, где главный герой Майкл Энглби, вышедший из низов, все же добивается больших успехов. Главный герой обладает парадоксально аналитическим умом, но когда речь заходит о девушке, в которой он был тайно влюблен и которая пропала, у него случаются провалы памяти. Сара Джио «Все цветы Парижа» — это уже десятый роман этого автора, американской писательницы и журналистки. Она автор психологической и романтической прозы. «Все та же я», Джорджо Моэс — это окончание трилогии, которая называется «То встречи с тобой». Бернадет Мерфи «Ухо Ван Гога. Главная тайна Винсента». О Ван Гоге написано много книг, но Бернадет Мерфи обнаружила несколько нестыковок в его биографии и решила по крупинке создать новое расследование, буквально, можно сказать, детективное расследование, по крупинкам, собирая информацию из самых разных источников. «Православная литература. Формула счастья. Сборник рассказов». Андрей Канонос. «Бог не оставит тебя». В книгу вошли еще ни разу не издававшиеся беседы о молитве о воспитании детей, как сохранить семью. Дмитрий Орехов-Остров. Рассказы о старцах. Здесь он говорит о православных старцах, которые и просорливцы, и чудотворцы, и изгоняющие бесов, дававшие паломникам парадоксальные советы и всегда знавшие о смертном часе, помнившие о смертном часе и знавшие наперед о дне своей грядущей смерти. Мужики-мужики. Протерей Андрей Ткачев. Автор. Он спрашивает. «Хотите счастья? Изберите в качество ориентира классические ценности и стремитесь к ним, как бы их ни обзывали и ни обсменивали в газетах». Также он говорит о Европе, о европейских ценностях. «Европейцы умудрились нарушить все заповеди, не нарушая при этом приличий. Этим-то они привлекательны миру. Называя аборт прерыванием беременности, воровство, восстановлением справедливости, разврат, уступка и требованиям организма, они стали центром притяжения для всех, кто ненавидит Бога, но любит личину приличия». И три книжки из серии «Неслучайные случайности». Случайной нашей жизни ничего нет. Случайность — это способ Бога быть анонимным. И с человеком Бог всегда разговаривает. Он посылает сигналы прийти в церковь, и если человек это осознает, его жизненный путь может измениться. Это живые истории Божьего промысла. Джоэль Дикер «Исчезновение» Стефани Майер По читательскому опросу роман занял первое место в 2018 году. Содержание такое в курортном городе исчезает журналистка, которая обнаружила доселе неизвестные факты про убийство, которое совершилось 20 лет назад. Карл Хантер «Выхода нет» Карл Хантер — литературный псевдоним английской писательницы Лин Шепард. И ее романы совершенно выдающиеся делают потрясающие прописанные персонажи. Эмили Бар выждет любой ценой. Все началось полнообычно. После тяжелого развода главная героиня отправляется в путешествие в Малайзию с группой и с туристической группой, но пропадает гид. И начинается что-то невообразимое. Они оказались трениками в океане. Вильям Лендей защищает Джейкоба. Бывший прокурор решил посвятить себя литературе. И удача ему улыбнулась в 2002 году, когда он напечатал роман «Миссион Флэйс». По мотивам этого романа «Защита Джейкоба» снимается одноименный американский мини-сериал Роберто Савьяно «Пираньи Неаполя». Итальянский писатель, журналист. На латышском языке издана его книга «Гаморра» и создан фильм в 2008 году, который получил «Оскар». Он работал также ассистентом фотографа, который фотографировал мафиозные свадьбы. И после книги «Гаморра» он вынужден был просить помощь полиции, потому что преступная организация «Гаморра» вынесла писателю смертельный приговор. И «Пираньи Неаполя» — это книга о подростках, в чьи руки попадают оружие, какие они злые. Костян Фицек и Михаил Цокос «Отрезанный». Книга немецких авторов. Фицек — всем известный мастер остросюжетной литературы. Цокос является профессором, доктором медицинских наук. Он ученый и практик в области судебной медицины. Вот и вместе они создали этот детектив. Бернар Мильяр «Гребанная история» и «Гадкая ночь». Он считается во Франции самым популярным писателем-детективом. Из области психологии — книжка «Школа парижского шарма» «Французские секреты любви, радости и необъяснимого обаяния». В предисловии автор нам говорит «Если я хочу соблазнить мужчину, то никогда не покажу, что я интересуюсь им, но дам понять, что я интересная женщина». Улавливайте разницу. Тут собраны также интересные рецепты. И в конце она говорит «Давайте будем благодарны людям, которые делают нас счастливыми, они очаровательные садовники, которые заставляют свести наши души». И о нем узнать понятия «Став счастливой». Автор Андрей Клиберин. Андрей Клиберин — предприниматель, отец большого семейства, он воспитывает пятерых сыновей. А в этой книге можно узнать о том, где можно встретить настоящего мужчину, как говорить с ним о проблемах и добиваться их решения, как быть, если муж не уделяет времени, если он изменяет, если не участвует в воспитании детей. «Шукшин. Частная биография». Автор сам из Алтая. Он земля Шукшина. И здесь, в этой книге, он собрал ранее неизвестные факты его биографии и показывает то, как события жизни человека потом становились событиями его книг и фильмов. «Императорская Россия в лицах». Книжка историческая, но здесь очень много исторических анекдотов, характеры и нравы, занимательные факты. Можно погрузиться в атмосферу прошлого, будет увлекательно, познавательно и весело. Книга Илья Деменштейна «От Отто Шварца до Юра Сперды». Илья Деменштейн нам знаком по книжкам о Риге и Юрмале, поскольку он не только журналист, но и краевед. Здесь очень интересные факты о ресторанах и кафе Юрмале и Риге в течение прошлого столетия до 90-х годов. «Евгений Панасенков. Первая научная история войны 18-го года». Это уникальная книга, поскольку Панасенков крупнейший в России специалист по эпохе Наполеона. Известный ученый, историк. И к его заслугам относится и создание крупнейшей России личной коллекции книг и предметов искусства эпохи Наполеона. «Индия. Пять тысяч лет истории». Джон Гэй – автор, английский историк и журналист. Он рассказывает о самой необычной стране нашей планеты с древнейшим временем до нашей дней.